Добрый день! А тема нашего урока – многочлены, сумма и разность многочленов. Какие цели у нашего урока? Ну, во-первых, мы познакомимся с понятием многочлен, научимся приводить многочлен к стандартному виду, узнаем, как определять степень многочлена, а также познакомимся с правилами сложения и вычитания многочленов. Когда мы говорим многоэтажный дом, что мы себе представляем? Ну, очевидно, дом, где многоэтажей. Когда мы говорим многоводное озеро, мы представляем озеро, да? А знали ли вы, например, что озеро Иссыкуль является одним из самых многоводных озер мира? В озеро впадает 80 рек, в то время как ни одна не вытекает. Посмотрите на наш замечательный Иссыкуль. Тогда по аналогии. Многочлен – это сумма многих членов? Да, многочленом называется сумма одночленов. Что такое одночлен? Давайте пополним свой математический словарный запас новыми терминами. Одночлены или маномы – это многочлены, которые содержат только одно слагаемое. Двучлены, по-другому можно двучлены назвать беномы – это многочлены, которые содержат два слагаемых. Трехчлены или триномы – это многочлены, которые содержат три слагаемых. А как назвать многочлены, у которых четыре слагаемых, пять слагаемых и так далее? Их можно назвать очень просто – полиномы. Полимного, номос – имен, то есть многоименные. Многочлен, состоящий из одночленов стандартного вида, среди которых нет подобных, называют многочленом стандартного вида. Еще раз. Многочлен, состоящий из одночленов стандартного вида, среди которых нет подобных, называют многочленом стандартного вида. Давайте рассмотрим алгоритм приведения многочлена к стандартному виду. Каковы должны быть наши действия, то есть что мы должны сделать, чтобы многочлен привести к стандартному виду? Ну, во-первых, каждый одночлен представить в стандартном виде, и далее привести подобные члены. Как сказал Эйнштейн, информация в чистом виде – это не знание, настоящий источник знаний – это опыт. И сейчас мы с вами опытным путем научимся приводить многочлены к стандартному виду. Ну что ж, переходим к практике. Представим заданный многочлен в стандартном виде. Что для этого нам нужно сделать? По алгоритму что мы должны сделать? Мы должны каждое слагаемое представить в стандартном виде, то есть каждый одночлен привести к стандартному виду. Смотрим. А, заодно и повторим правила приведения одночленов к стандартному виду. Давайте посмотрим на первый одночлен. Что мы должны сделать, чтобы его привести к стандартному виду? Мы должны перемножить числа, 3х4 – это 12, ну и дальше работать с буквами или с переменными. АВ в квадрате. Переходим ко второму одночлену. Он у нас тоже не в стандартном виде. Почему? Ну, во-первых, мы имеем два числа, произведение двух чисел, произведение двух одинаковых буквенных выражений. Что делаем? Минус 0,5 умножаем на 2, получаем минус 1. В принципе, можно написать минус 1, но как-то не принято. Ну вот не принято у математики писать этот числовой коэффициент минус 1. Но если вы его напишите, в этом никакого криминала не будет. Можно написать. Значит, с единицей мы разобрались, ставим минус, далее b мы умножаем на b в квадрате. Вспоминаем умножение степеней. При умножении степеней с одинаковыми основаниями, а здесь у нас основания одинаковые, что мы должны сделать? Мы должны основание оставить прежним и степени сложить. Все время, говорю, допускают ошибку. То есть вот если степень очевидная, невидимая, это не значит, что ее нет. У b стоит степень 1. 1 плюс 2 будет 3. Значит, мы имеем минус b в кубе. Переходим дальше, к следующему одночлену. Что мы должны сделать? Мы должны перемножить числа, получаем минус 6а, b в квадрате. Почему b в квадрате? Я думаю, вы знаете уже сами. Только что мы сейчас говорили про умножение степеней с одинаковыми основаниями. Дальше. Минус. Что здесь не так? Здесь не так то, что число стоит не на первом месте. Ну, вот так уж и повелось у математиков. Мы математики всегда в приоритете ставим числа. Это в шахматах нормально. А2, Е4. В математике числовой коэффициент, число мы всегда ставим на первом месте. Значит, минус 3, b в кубе и минус 1. То есть первая часть нашего алгоритма выполнена. Что мы с вами сделали? Мы каждый член, многочлена привели к стандартному виду. Вторым пунктом мы должны привести подобные слагаемые, но если они у нас, конечно, есть. Они у нас есть, поэтому мы вспомним, что же мы будем называть подобными слагаемыми. Подобные – это похожие, схожие с чем-то, близкие, подходящие одного вида, образа, свойства или качества. Это определение подобия, взятое из словаря Даля. Давайте посмотрим. Казалось бы, разные животные, кролик и котенок. Но это яркий пример подобия. Дальше. Актёр, сыгравший знаменитого Гарри Поттера и его дублёр. Посмотрите, трудно определить, кто из них кто. Ну, тоже яркий пример подобия. А мы возвращаемся в математику. Слагаемые, имеющие одинаковую буквенную часть, называют подобными слагаемыми. То есть подобные слагаемые могут отличаться только коэффициентами. Ну что ж, давайте посмотрим и приведём подобные слагаемые. Нам осталось привести подобные слагаемые, чтобы наш многочлен стал многочленом стандартного вида. Ещё раз, что такое подобные слагаемые? Это слагаемые, имеющие одинаковую буквенную часть. То есть у них разные только коэффициенты. Смотрим, 12АВ квадрат. Есть ли у нас слагаемые, имеющие ту же самую буквенную часть? То есть буквенная часть АВ квадрат. Вот она у нас, АВ квадрат, одинаковая буквенная часть. Значит, 12АВ квадрат и минус 6АВ квадрат мы считаем подобными слагаемыми. Работаем только с коэффициентами. 12 минус 6 я получаю 6АВ квадрат. Далее, минус В в кубе и минус 3В в кубе. Ребят, когда мы приводим подобные слагаемые, чтобы не ошибиться, мы всегда разбираемся со знаками коэффициентов. То есть здесь стоит коэффициент минус 1 и минус 3, мы получаем минус 4В в кубе. Что у нас осталось? У нас осталось минус 1. Таким образом, мы выполнили наше задание. Мы привели многочлен к стандартному виду. Для этого мы каждый одночлен привели к стандартному виду и далее привели подобные слагаемые. А мы с вами идем дальше и дадим определение степени многочлена. Что такое степень многочлена стандартного вида? Это наибольшая из степеней, входящих в него одночленов. Например, мы видим многочлен, он в стандартном виде. Нам нужно определить степень этого многочлена. Давайте посмотрим. Это одночлен третьей степени 3А в кубе. Почему? Потому что А имеет третью степень. Значит, 3А в кубе одночлен третьей степени. Далее второе слагаемое – это одночлен второй степени, потому что у А степень вторая. Одночлен первой степени и одночлен нулевой степени, то есть любое число является одночленом нулевой степени. Таким образом, какова степень заданного многочлена? У этого многочлена степень третья. А мы с вами разберем алгоритм нахождения суммы или разности многочленов. Чтобы найти сумму или разность многочленов, нужно каждый многочлен записать в скобках для удобства и поставить между ними знак плюс или минус. Ну, плюс, если мы ищем сумму, минус, если мы, соответственно, ищем разность. Далее мы должны раскрыть скобки и привести подобные слагаемые. Давайте с вами повторим правило раскрытия скобок. Пневмоническое правило, оно перед вами. Значит, если перед скобками стоит знак плюс, что мы делаем? Мы скобки убираем или скобки опускаем, как говорится, и все знаки сохраняем. Если перед скобками стоит знак минус, что произойдет? Мы скобки убираем, но при этом все знаки в скобках, которые были, они все поменяются на противоположные. Давайте применим наш алгоритм на практике. То есть нам нужно найти сумму заданных многочленов. Что мы сказали? Каждый многочлен нужно записать в скобках. Пожалуйста, давайте запишем первый многочлен в скобках. Минус 5х в кубе плюс 3у минус 5у в квадрате. Далее мы хотим найти сумму многочленов. Значит, соответственно, я ставлю знак плюс и отделяю второй многочлен от первого скобками. То есть 8х в кубе плюс 5у в квадрате минус 2у. Значит, первый пункт нашего алгоритма выполнен. Мы с вами записали каждый многочлен в скобках и поставили, ну, соответственно, раз мы ищем сумму, то знак плюс. Дальше мы должны раскрыть скобки. Хорошо. Смотрим. Перед скобками стоит скрытый знак плюс, даже если мы его зрительно не видим. Значит, если перед скобками стоит знак плюс, мы скобки убираем и все знаки в скобках сохраняем. Минус 5х в кубе плюс 3у минус 5у в квадрате. Далее я вяжу перед скобками знак плюс. Ну, по старой схеме, то есть скобки убираем, ничего не меняем. Знаков я имею в виду, знаки не меняются. Плюс 8х в кубе плюс 5у в квадрате минус 2у. Ну, что ж, мы раскрыли скобки, а теперь нам нужно привести подобные слагаемые. Давайте смотреть. 5х в кубе минус 5х в кубе. Есть ли для него подобные слагаемые? Да, есть. Минус 5х в кубе плюс 8х в кубе. Почему они подобные? Да потому что они имеют одинаковую буквенную часть. Минус 5 плюс 8, я получаю 3х в кубе. Далее 3у. Видите, я подобные слагаемые, разные подобные слагаемые подчеркиваю по-разному. Ну, для удобства, чтобы не запутаться. Это 3у минус 2у плюс у. Числовой коэффициент единицу я просто не пишу. И далее. Что я вижу? Минус 5у в квадрате и плюс 5у в квадрате. Что произойдет? Эти два слагаемых в сумме дадут 0. Или, можно сказать по-другому, они взаимно уничтожаются. Ну, и самое любимое дело, мы их зачеркиваем, потому что они дают сумме 0, а 0 мы не пишем. Таким образом, мы получили, что суммой заданных многочленов является многочлен 3х в кубе плюс у. Ну, раз мы нашли сумму многочленов, почему бы нам не найти разность многочленов? Нам даны два многочлена, нам нужно найти разность заданных многочленов. Что мы должны сделать? Ну, во-первых, каждый многочлен записать в скобках. 5х в квадрате плюс 7х минус 9. Далее, так как я ищу разность, я пишу знак минус. И во вторых скобках минус 3х в квадрате минус 6х плюс 8. Равно. Раскроем скобки, применяя правило раскрытия скобок, перед которыми стоит знак плюс или минус. Мы уже говорили, что перед первыми скобками стоит знак плюс, даже если мы его не видим. Скобки, значит, убираем, ничего не меняем. Все знаки оставляем прежними. 5х в квадрате плюс 7х минус 9. Далее, перед скобками стоит знак минус. Ребята, вот со знаком минус надо быть всегда очень осторожным. Почему? Потому что этот знак меняет все знаки, которые стоят в скобках, на противоположные. Некоторые начинают сразу писать этот знак минус, а потом теряются в договоре, что делать дальше. Посмотрите, пожалуйста. Знак минус можно просто закрыть. Вот знать, что он здесь есть и себе мысленно говорить. Значит, я сейчас все знаки в скобках поменяю на противоположные. Конкретно, какой знак у тройки минус, значит, мне нужно писать плюс. Минус 3х в квадрате, потому что знак, стоящий перед скобкой, потребовал смены знака в скобках. Вот он требует поменять знак на противоположные. Ну, а далее пойдет все проще. Знак минус перед шестеркой я меняю на плюс, будет плюс 6х. И, соответственно, плюс 8 я меняю на минус 8. Значит, вот мы выполнили второе действие нашего алгоритма. Что мы сделали? Мы раскрыли скобки, и нам осталось привести подобные слагаемые. Давайте смотреть. 5х в квадрате, какое слагаемое ему подобное? То, которое имеет ту же самую буквенную часть. 5х в квадрат плюс 3х в квадрат. Это будет 8х в квадрате. Знаете, какая ошибка допускается очень часто? Когда вот мы приводим подобные слагаемые, начинают писать 8х в четвертый. С чего бы там получилось х в четвертый? А вот с чего. Потому что мы путаем умножение и сложение. Когда мы степени складываем при умножении степеней с одинаковыми основаниями. Вот, то есть, если бы я х в квадрат умножала на х в квадрат, да, я бы получила х в четвертой степень. Но здесь, в данном случае, 5х в квадрат плюс 3х в квадрат будет 8х в квадрате. Пожалуйста, не допускайте вот таких ошибок, ошибок подобного характера. Идем дальше. 7х плюс 6х мы получаем плюс 13х и минус 9 и минус 8 минус 17. То есть, мы справились и с этой задачей. Мы нашли разность заданных многочленов. Давайте решим с вами уравнение. Вот уравнение у нас записано на доске. Что значит решить уравнение? Это надо найти его корень или убедиться, что таковых нет. Что мы будем делать? Мы будем раскрывать скобки. То есть, говоря нашим сегодняшним языком, мы будем искать разность многочленов. Раскрываем скобки. Получаем 19 плюс 2х. Далее, перед скобками стоит какой знак? Перед скобками стоит знак минус. Что он заставит сделать? Он заставит все знаки в скобках поменяться на противоположные. У пятерки знак плюс. Значит, я пишу минус 5х. Далее, минус 11, но я напишу плюс 11. Равно 25. Ну, а далее мы с вами, люди взрослые, что мы делаем? Все буквенные выражения оставляем в левой части уравнения. Все числа переносим в правую часть. Но мы должны помнить, что при переносе слагаемых из части в часть через знак равно, мы должны поменять его знак. 2х. Я оставила его таким же, потому что он и был там, где мне нужно было в первой части, где собраны все буквенные выражения. Минус 5х равно 25. Далее. Заодно вспомним правило переноса. 19 это число, значит, я должна перенести его, вот прям буквально перенести через знак равно. У 19 знак плюс, значит, я получу минус 19. Еще одно число, плюс 11. При переносе через знак равно мы получим минус 11. Ребят, ну вот здесь можно было бы сделать по-другому. Как? Можно было сначала привести подобные слагаемые, да? А потом только уже осуществлять перенос из одной части в другую. Разницы не будет, но это кому как удобно. Но в данном случае я вам показала следующий способ. То есть буквенные выражения оставила в левой части, все числа перенесла в правую часть. Хотя, может быть, имело смысл привести подобные слагаемые. Сначала, да? Дальше. 2х минус 5х. Я получаю минус 3х равно. При приведении подобных слагаемых здесь 25 минус 19 и минус 11 я получаю минус 5. Ну что ж, осталось найти х. Х равен. Как мы найдем х? Ну давайте вспомним. Это еще с начальной школы нам известно. Между тройкой и х стоит скрытый знак умножения. Да? Произведение. Значит, чтобы найти неизвестный множитель, мы должны произведение разделить на известный множитель. То есть минус 5 мы должны поделить на минус 3. Далее мы знаем, что при делении двух чисел с одинаковыми знаками мы всегда в результате получаем положительное число. То есть я получаю дробь 5 третьих. Но дробь 5 третьих это неправильная дробь, поэтому мы выделяем целую часть и х у нас будет равен 1,2 третьих. Ну а вам останется самое приятное записать слово «ответ» и в ответе у нас 1,2 третьих. Ну а мы с вами можем подвести итоги нашего такого насыщенного урока. Что мы с вами сделали? Ну, во-первых, познакомились с понятием многочлена. Мы узнали, что называется многочлена. Кроме того, научились приводить многочлен к стандартному виду. Узнали, как определяется степень одночлена, а также ознакомились с правилами сложения и вычитания одночленов. Я желаю вам всего хорошего, удачи и до новых встреч!